Проституция – один из древнейших способов зарабатывания денег, но занятие ею в России наказуемое деяние. И если на девушек с низкой социальной ответственностью, оказывающие платные интимные услуги, могут составить административный протокол, то человеку, организовавшему такой бизнес, грозит уголовная ответственность. В роли последней в сентябре 2017 года решила выступить 39-летняя жительница Саранска Ольга Чугунова. Она собрала единомышленниц и арендовала квартиру в доме на улице Ульянова. Которая обустроила под притон для занятия проституцией другими девушками, для оказания платных интимных услуг исключительно выходцам стран Средней Азии из числа трудовых мигрантов и студентов. Она вовлекала троих ранее знакомых женщин. Клиентов Ольга подыскивала через знакомых или социальные сети, причем использовала строгую конспирацию. Она запрещала девушкам давать личные номера телефонов, рассказывать знакомым о своей профессии и встречаться с клиентами за пределами квартиры. За нарушение установленных правил она применяла наказание к девушкам в виде денежных штрафов. Руководство осуществляло путем телефонной связи и в ходе личных встреч. Полученная от клиентов прибыль делилась между хозяйкой притона и девушками из принципа 50 на 50. Притон просуществовал практически целый год. С сентября 2017 по август 2018. Именно тогда незаконный бизнес и накрыли оперативники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью регионального МВД. Оказавшись в квартире, полицейские обнаружили целый арсенал современной путаны. Пневматический пистолет и электрошокер для защиты, несколько пачек контрацептивов, препарат для повышения потенции, различные гели и смазки. Выручку за последнюю смену ночные бабочки успели спрятать. Ее нашли в шкафу на балконе среди различного хлама. С какой целью вы здесь находитесь? Девушка, сюда смотрите. С какой целью? Я не знаю, какая цель. Ну да, какая цель? В гости пришла. В гости. Кому? Кому пришли гости? К Оксане. К Оксане. Оксана здесь. Кто у нее? Как фамилия? Я фамилию не знаю. Откуда вы ее знаете? Познакомились. Где? После задержания Чугунова свою вину полностью признала и стала сотрудничать со следствием. В декабре уголовное дело по статьям вовлечения в занятия проституции и организация занятий проституции было направлено в Ленинский суд. Ольга Чугунова попросила Фемиду рассматривать ее дело в особом порядке. Назначая обвиняемые наказания, суд учел характер и степень общественной опасности преступления. Обстоятельства, при которых они были совершены, личность осужденной, смягчающая наказание обстоятельства, влияние назначенному наказанию на ее исправление и посчитал, что достижение цели наказания возможно без изоляции осужденной от общества. И назначил ей наказание в виде штрафа в доход государству. Приговор в законную силу не вступил. Сумма штрафа, которую должна выплатить организатор публичного дома, составила 200 тысяч рублей.